Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это наш профильный комитет по вопросам информации. Его глава Виктория Семар, глава этого комитета, написала поправку к этому закону. И надо сказать, что на обсуждениях эту поправку поддерживали. Эта поправка почему-то таинственным образом исчезла из закона буквально в ночь перед тем, как принимали. И таким образом не была увеличена сумма финансирования для общественного телевидения. Почему это важно? Есть три момента. Первый и самый важный момент это то, что первый год реформы очень важен для общественного телевидения. И если практически не будет заметно этой реформы только потому, что не хватило денег, это будет очень неправильно. Потому что эта реформа, такой пробук в клуб цивилизованных стран, то есть наличие общественного телевидения это один из важных признаков демократии в стране. И Украина должна была сделать этот важный для себя шаг и осуществить эту важнейшую реформу в сфере медиа и вообще как бы прав граждан на получение информации. Второе это то, что бывают случаи, когда в каких-то странах пытаются общественное телевидение задушить власти. И это всегда делается с помощью денег. То есть это немножко не очень хорошо характеризует депутатов, поскольку вот сейчас они пытаются надавить на общественное. А независимость общественного это в общем-то его важная, очень важная составляющая. Ну и третье, вообще говоря, в законе про общественное написана точная цифра, какую сумму мы должны получить. И очень хотелось бы ощущать, что мы живем в стране, где законы выполняются. Мы это все обосновывали, мы привлекали внимание депутатов, но, к сожалению, не были услышаны. Что сейчас делать новой команде? Наверное, пересматривать свои планы, пересматривать и что-то сокращать. Будет ли это на пользу? Понятное дело, что нет, поскольку, безусловно, в первую очередь, зритель, то есть самый главный адресат этой реформы, общество, не сможет получить в полном объеме той информации, тех интересных, важных, новых форматов и программ, которые планировали делать люди, которые пришли осуществлять эту реформу. На всяком случае, если результаты будут не такие, которые мы ожидаем, к сожалению, команда реформаторов сможет сказать, конечно, да, мы не смогли, поскольку нам не дали деньги. Это очень печально, и я надеюсь, что все-таки обещания премьера, обещания комитета и так далее, каким-то образом должны быть выполнены, поскольку это очень серьезный вопрос, и вопрос доверия, и вопрос тех позитивных изменений, которые мы все надеемся видеть в нашей стране. Татьяна, есть ли у вас какая-то информация, какие-то, возможно, данные по поводу того, когда все-таки будут пересматривать до финансирования НОТУ, и будет ли это вообще происходить? Ну, насколько я понимаю, это может быть еще раз пересмотрено осенью по результатам первого полугодия, то есть еще одну попытку, во всяком случае, мы будем делать, мы будем адресоваться и к правительству, и к депутатам, и настаивать все-таки на том, что, да, безусловно, мы прекрасно понимаем, что очень сложно ставить приоритеты, есть проблемы, очень важные проблемы здравоохранения, проблемы, там, скажем, образования, есть внутренне перемещенные лица, которым тоже нужно всячески помогать. То есть понятно, что мы не настаиваем на том, что это должен быть первый приоритет, но все-таки обращаем внимание, что это очень-очень важный вопрос, и это вопрос не внутренний корпоративный, это вопрос общенациональный, и вопрос уровня, в общем-то, понимания демократии и прав людей в нашей стране. Если все-таки дофинансирование не произойдет, и бюджет останется таким, какой он есть, что ждет НОТУ, и насколько сильно будут урезаться, скажем, рабочие места, зарплаты и так далее? Вы знаете, вот из опыта других стран, ну, денег всегда немножко не хватает, и вот когда мы разговаривали с коллегами, например, в Чехии, они говорили, что у нас всегда есть план А, В и С. А, это когда достаточно денег и достаточно оборудования, а Б, это когда чего-то одного не хватает, и С, это когда мало денег и мало оборудования. И, к сожалению, должны констатировать, что чаще всего приходится работать по плану С. Вот такой же план С, форс-мажорный, придется, в общем-то, составить в команде реформаторов. Конечно, это не на пользу аудитории, не на пользу контенту, не на пользу тем региональным компаниям, которые работают, но надо исходить из возможностей. Ну, это самый плохой вариант, я надеюсь, что все-таки у нас еще есть надежда сделать так, чтобы работать пришлось хотя бы по плану Б, то есть не по самому печальному и не по самому низкобюджетному. Субтитры подогнал «Симон»!